Владимир Владимирович, вам понятно решение? Решение мне непонятно. Естественно, они будут обжаловаться. Судебное заседание объявляется оконченным. Ирина Валерьевна, я надеюсь, что когда вас будут судить по 305-й статье, а это произойдет. Владимир Владимирович, пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. Знаете почему? Потому что вы вынесли заведомо неправосудное постановление. Да вы не переживайте, я выйду, не переживайте. Ирина Валерьевна, вы не переживайте. Конечно сейчас, а для чего я здесь? Вы же там что-то черкали, хочу ваши почерки сравнить с тем результатом, какой будет. Какой позор, это просто позор. Ну что, дело продолжается. Я думал, что последняя серия, оказывается, нет. Вы так не кашляете. Я понимаю, что вы нервничаете. Я не нервничаю, просто погода. Вы нервничаете. Просто такая погода. Вы очень сильно нервничаете. И то, что вы думаете, что вы до такой степени неприкасаемы, и судьи не сажают, вы ошибаетесь. Давайте не будете пререкаться, даже люди... Да кто с вами пререкается? Я вам факты говорю. Пойдете домой отдыхать. Ну, то, что отдыхать, то я пойду. Понимаете, у вас был шанс закончить этот сериал. Я вам советую посмотреть ту серию, которую я сделаю по поводу сегодняшнего судебного заседания, и как я прокомментирую ваше решение. И это хорошо, что вот этот позор, который состоялся, почитают судьи вышестоящих инстанций, вплоть до Верховного Суда, если потребуется. Потому что вот это наплевательство, очевидное, говорить, что этого нету, возлагать какие-то обязанности на моего подзащитного, собирать доказательства, это беспредел. Я бы хотел у вас спросить, какого цвета у нас флаг, но я боюсь, что вы этого не знаете. У вас другое восприятие реальности. В чем проблема? Ну, здесь нельзя находиться здесь лишней вещи. А что, меня Ирина Валерьевна выгоняет, что ли? Почему? Ну, когда она скажет распоряжение, тогда я иду. Ирина Валерьевна, вы меня выгоняете? Нет, нет, ну подождите, сейчас... Конечно, я жду. Я не знаю, что тут суетится пристав. Ну, если здесь, то только тогда в присутствии пристава. Так ради бога, нет. Уж вы не бойтесь меня в плане каких-то таких... Кроме слов, я с вами ничего страшного не сделаю. Только пристыдить попытаюсь максимум. Но я так понимаю, вам это не свойственно. Просто не свойственно. Я не знаю, исполняете вы чей-то заказ или еще что-то. Я не верю, что вы не знаете законодательства. Я не верю в это. Это невозможно. Вам конкретные нормы указывают. Вы на них плюете. Вы все равно решение искажаете. Якобы я такую мысль говорил. Я прокомментирую каждую вашу строчку. Сделаю стрим и прокомментирую. Ох, я буду изгаляться. Поверьте, в корректной форме. Но ваш непрофессионализм я покажу. Что вы из себя представляете? Судья. Давайте в тишине сейчас побудем с вами. Я вам чем-то мешаю. Уже 8 часов вечера. Да, 8 часов. Вы даже не извинились, начав судебное заседание, за то, что задержку произвели. Вы пригласили на оглашение в 17.20. Сейчас сколько время? Время 20 часов. Что? Я с вами также здесь нахожусь. Ну, это не означает, что надо себя так вести. Я говорю, как минимум извинились бы. Ладно, я вас здороваться хотя бы научил. Но извиняться тоже можно, как бы, за то, что задерживаете. Но были ли моменты, не здоровались? Я думаю, мы будем с вами часто встречаться. Я все-таки вас либо уволю из этой должности, либо вы будете служить по закону. Но лучше, конечно, первое. Потому что исправить вас, как судью, уже, я так понимаю, невозможно. Потому что, я повторюсь, я уверен до 100%. Это не знание закона. Сейчас вы оскорбляете? Я вас оскорбляю. Вы, как судья, должны знать, что такое оскорбление. Я выражаю точку зрения в отношении того, как вы выносите решение. Вы очевидные вещи игнорируете. Просто очевидные. Просто я в шоке, как это происходит. Я в шоке. Права не были нарушены на защитника. Столько процедур проведено. Столько якобы разъяснений прав было. Права на защитника. Но всем наплевать было это. Ладно, не буду предрешать. Я думаю, вы смотрите мои видео. И судебные приставы смотрят. И пускай все посмотрят. По всей России посмотрят. И судей вышестоящих судов посмотрят. Поверьте, много кто меня смотрит. Такой позор, это просто кошмар. Очевидные вещи. В протоколе нет отметки о том, что отказался, либо не отказался. Вы говорите, в протоколе написано, что отказался. Да где же это написано? Вы очевидно отвергаете. В акте написано, что отказался. Там не написано таких слов. Вы очевидные вещи. Я не знаю, как это назвать. В каком мире вы живете? Как вы это оцениваете? Любые упущения сотрудников полиции. А это незначительно. А не дай бог там человек, в отношении которого что-то составляет, как-то где-то что-то ошибется, что-то так не так скажет или там еще не то сделает. Все. Все. Это ж несущественно. Вы озвучили сейчас в решении о том, что мы не предоставили доказательства. Да мы не должны ничего доказывать. Это вы должны доказывать. Больница просто в наглую справку нарисовала о том, что он там тот, а тот отказался. Вот здесь, пожалуйста, распишитесь, чтобы получили копию решения. Конечно, распишусь, не переживайте. Сейчас спустимся с вами вниз, поставим гербовую печать. Да, да. Мы же будем касатку подавать. С этим делом тянуть нельзя. Это другое можно дело потянуть. А тут-то человек как бы... Хотя, по мне, так, чтобы он лучше отсидел, чтобы вас именно реально наказали. К ответственности привлекли. Так, у нас сегодня какое число? 8 ноября. 8, 11. Конечно, неприятно, но от этого никто еще не умирал. Такая маленькая-маленькая надежда у меня теплилась все-таки. А вдруг? Ну а вдруг? Ну чудес не бывает. Если вы человека не пускали в здание суда, просто не пускали. Что вы, что Белозерский, я так понимаю. Одна контора. С Белозерской это отдельная история. Она еще здесь не вылилась, нет? Не знаю. Не знаете? Если ее увидите, передайте ей привет. Она в любом случае сядет. Она не знает, кто такой Мамаев. Она не на того нарвалась. Сейчас поставим с вам гербовую печать. Надеюсь, будете спать спокойно. Эту ночь, по крайней мере. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok